Привет! Сегодня мы будем смотреть фото, которые вы мне прислали. Во время того, как Артём развлекался с конструктором Лего, его голову посетила одна идея. Результат его труда можете оценить сами. Богдан наслаждался клубникой, и ему попалась особенная ягодка, которая демонстрирует, что вам надо сделать после просмотра этого видео. «Осторожно, злая собака! Хозяйка тоже злая! Цепь и ошейник китайские!» По скриптам «Кот вообще дебил!» Такую табличку заметила Вика на заборе соседского участка. Домашние кошки способны перенимать некоторые повадки своих хозяев. Так в доме Анастасии кошка начала обнимать во сне мягкие игрушки. Лиза рассказала, что её кошка родила котят в День Святой Троицы, и на спине у одного из котят была цифра три. Просьба – семечки, орехи, бананы употреблять с кожурой, напитки с бутылками, конфеты с фантиками. Такое объявление Милена увидела в одном из кафе. Герман же прислал объявление, на которое он наткнулся в доме своего друга. Здесь по пунктам объяснили, как правильно выбрасывать мусор для тех, кто до сих пор не научился этого делать. Трагичная история одного шмеля. Он застрял в детских граблях, не смог выбраться и в них же и умер. С этой ситуацией столкнулся Герман. Таким образом выложили плитку в одной школе. И теперь все ученики-перфекционисты обречены на ежедневное страдание, проходя мимо. Ничего особенного, просто коровья морда. Но этот снимок настолько понравился подписчикам нашей группы во Вконтакте, что я не мог обойти его стороной. Владельцы стоматологии были согласны только на круглую вывеску. И их не смущало, что слово не влезает в одну строку. Зато это смутило Артема. В общественном туалете Костя наткнулся на инструкцию, чего нельзя делать. Больше всего его шокировал последний рисунок. Параша читала книжку, а после писала дядюшке записку. Эта фраза привела в замешательство Виталину, потому что она не знала, что параша – уменьшительно-ласкательная форма имени Прасковья. Григорий долго смотрел на чек и не мог понять, что с ним не так. Потом он его повернул и увидел мордочку котика. Наши подписчики обладают суперспособностями. Не верите? Тогда взгляните, что случилось во время попыток научиться метать игральные карты. Знаете, чем занимается Дед Мороз, когда заканчиваются новогодние праздники? Он наслаждается отдыхом, периодически радуя себя шашлычком. Каких только облаков странных форм в нашу группу во ВКонтакте вы не присылали. Виктория заметила в небе очертания девушки с собранными в хвост волосами. Вроде бы, самая обычная упаковка дротиков для дартса. Но только порядок, в котором они лежат, может вывести из себя определенную группу людей. Алексей целый час со своей семьей пытались найти кошку в квартире. А она все это время беззаботно спала, закутавшись в одеяло. Когда одинаково сильно любишь и шоколад, и чипсы, хочется, чтобы начали выпускать шоколадные чипсы. И такие уже продаются! Ищите на полках магазинов своего города! Мадияр заметил на прилавке киеви, которые подозрительно напоминают зеленый лук. Учуяв неладное, он поделился этой фотографией с нами. Саша со своим другом забрались в заброшенный дом, и среди прочего хлама нашли там целую кучу банкнот времен Советского Союза. Настоящие кладоискатели! Среди множества ярких и веселых игрушек в магазине можно встретить и какие-то жуткие экземпляры. Кто захочет играть с этим клоуном? Или это даже не клоун? Этот снимок прислали нам из Литвы. В упаковке газировок одна из бутылок полностью пустая. Как такое могло произойти, если ее никто не открывал? Что вы видите? Обычный пакет? Тогда присмотритесь внимательнее к его тени. Из-за удачного угла, под которым падает свет, создается впечатление, будто тут висит кроссовок. Некоторые люди отказывались носить маски, когда того требовали обстоятельства. Но украинские кафе знают, как заставить своих посетителей их надеть. Юра разбирал старые книги на даче и наткнулся на этот экземпляр. Данная книга с произведениями Гоголя была выпущена еще в девятнадцатом веке. Дима выехал на пикник со своей семьей, и этот огурчик был безумно счастлив, что его взяли с собой. Просто он не знал, какая участь была ему уготована. Для кого-то стул в комнате служит вторым шкафом. Пишите в комментарии, если вы делаете так же. Хочется узнать, сколько нас таких лентяев. Дамир отправился со своим папой покорять горы, а им на пути встретилось такое необычное деревце, над которым уже успели постараться какие-то умельцы. Облака способны принимать абсолютно любые формы, и некоторые из них особенно удивительны. Артем заметил цепь ДНК, парящую высоко в небе. Александра обнаружила в магазине новинку, которая просто повергла ее в шок. Я даже представить себе не могу, какой на вкус кетчуп с колой, но сегодня же пойду искать такой в своем супермаркете. Тем, кто не верил в существование цивилизаций на других планетах, посвящается. Они существуют и уже давно бороздят просторы нашей планеты и изучают нашу жизнь. Это всего лишь случайно сделанное фото костра, но в очертаниях пламени виднеется силуэт какого-то животного. В комментариях к фотографии было много разных предположений. А кого видите вы? Изображение из учебника английского языка для четвертого класса, и на нем клоун показывает непристойный жест. Для того, чтобы попасть в один из следующих выпусков, присылайте свои фото по ссылкам в описании. Иван заметил странный участок травы. В комментариях тут же принялись проводить аналогии с миром Майнкрафта, но, скорее всего, здесь долго лежал какой-то предмет. Кошки любят обниматься во сне не только с игрушками, но еще и друг с другом. Настоящая семейная идиллия во всей красе. Саша хотел выйти на улицу, но этот котенок отвоевал его шлепанец. Но не прогонять же это пушистое чудо, придется скакать на одной ноге. И что мне теперь делать? Я даже и не знаю. Такой комментарий оставил Ваня к данной фотографии. Давай-ка начнем с того, как у тебя вообще такое получилось. Немного фантазии, и даже обычная мусорка может приобрести элегантный внешний вид. Смокинги всем к лицу! Все любят лето, но лишь до тех пор, пока столбик термометра не поднимается слишком уж высоко. Арсений назвал этот снимок обычным летом в России. Женя зашел со своим другом в пятерочку, чтобы купить воды. А на сдачу получил такую редкую купюру. Маленькая удача, появившаяся совершенно внезапно в их жизни. Капитан очевидность успевает всегда и везде. Алексей заметил, что он уже побывал и в его городе, чтобы оставить свой след. Если вам будут рассказывать о том, что в армии России срочников плохо кормят, то смело им показывайте этот снимок. Хотя это может быть и единичным случаем. Анастасия наткнулась на сходку котиков во дворе своей бабушки. Она посчитала, что таким образом они греются. Но мне кажется, что с таким взглядом можно разве что обсуждать людишек. Некоторые насекомые у людей вызывают чувство отвращения. Но есть и такие, которыми начинаешь восхищаться. Один из удачных примеров для второй категории – это бабочка, которую встретил Захар. Вика купила набор мелков, в котором должно быть три штуки. Но при вскрытии ее ждало разочарование. Их было всего лишь два! Миша решил приготовить блины. В процессе он заметил, что одному блину было безумно горячо, и он решил поделиться этой недовольной миной с нами. Максим решил отведать немного фастфуда в Макдональдсе. Получив чек, он обнаружил, что является нулевым посетителем. Заметив вывеску, Арина посчитала, что это не самое удачное название, даже для суши-бара. Кто смог прочитать название с первого раза, признавайтесь! Ярослав ехал на дачу со своей семьей, и на пути им встретилось достаточно странное зрелище. Кто-нибудь может объяснить смысл этого шлагбаума? Природа бывает весьма удивительной, ведь порой она порождает довольно необычные плоды. Один из таких Анастасия заметила, зайдя в магазин за продуктами. Юра решил похвастаться, как кошка его друга умеет заполнять с собой пустую коробку. Выглядит не очень-то и удобно, но нам этого не дано понять. Федя также захотел продемонстрировать необычную любовь своего питомца. Его кошка, как и некоторые люди, очень любит Кока-Колу. Обратив свой взор в небо, можно увидеть не только обычных птиц, но еще и таких гигантских особей. Я ж говорю, что облака способны перевоплотиться во что угодно. Забудьте все нелепые случаи, которые вы видели про дорожные службы. Эта ситуация на порядок безумней. Чем же еще чинить ямы, если не подгузниками? Хоть камера есть в телефоне абсолютно каждого человека, настоящим фотографом можно назвать лишь единицы из нас. Вадим точно заслужил этот титул. Ирина показала, что осталось после недавно прошедшей грозы. Град такого размера с легкостью мог создать множество проблем. Эта фотография была сделана на Кипре. И нет, это не портал в потустороннее измерение, а вовремя снятая молния. Хотя сначала мне тоже показалось, что здесь присутствует что-то сверхъестественное. Инопланетяне ближе, чем вы думаете. Этот кадр был сделан еще в 2018 году, и он является неопровержимым доказательством, что мы не одни во Вселенной. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все необходимые ссылки будут в описании к этому видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...